всем здравствуйте зрителям подписчикам моего канала добрался до ивп я как бы меня в голове есть причина поломки кто видел ролик мвп прогулка на снегоходе по снежной тайге прошу сейчас пока я поставлю ролик до того как он мы выезжали я его описывал снегоход и пока этот ролик идет напишите в комментариях кто думает что произошло со снегоходом я сейчас залезу и разберу и попозже свою причину скажу до разборки вот так он выглядит внутри один цилиндр здоровенный 560 кубов 42 кобылки вариатор бурановский редуктор тоже передача где-то дам кому на 7 звеньев длиннее цепь темно бурами это я уже тут предел как-то у меня отсюда снегом заколотила карбюратор был полный снега но ехал я просто не мог понять почему не тянет потом понял вытащил весь снег он снова попер 20 литров бачок такой бардачок топорик инструментик все можно положить тут тоже как бы чисто визуального там бакса без труба здесь две двадцатки улазит или вон тридцатки у меня есть дополнительно сюда я лыжи креплю карбюратор правда было написано миконий а далее миньку ней буковку изменили вот он не три года стоял пока здоровье не позволяла вчера я немножко прокатился за три года аккумулятор сдох ну куда он и так за три года при езде вздыхает бабушечка это прикуривание монтировал для навигатора вот так ничего не менял это что там по целику я пробовал по целику в гору он пьер управление надо вот приноровиться потому что едешь как по перине не устраивает эта техника с охлаждением и как-то радиатор пробивал но я по малому кругу пустил и все заглушки поставил и доехал пешком на нем не ходил решительный бачок непрозрачный но тут все самоделка вот сгорели колпачки их срезу здесь менять по-любому придется этот раз плавился у меня термотемпературный датчик полностью написал я этому денису пряничникову сына создателя но и вместе с отцом вида делают эти снегоходы что-то не ответа в комментариях не привета как запчасти где взять я думаю сейчас я эту крышку сниму я думаю прогорел поршень скорее всего так и будет сейчас все увидим вот он полностью расплавился ничего тут не видать свечка думаю тоже хана вот так вот здесь она была . выходит здесь лампочка загорается вот когда это случилось непонятно лампочка потухла не горела я не чувствовал снегоход вот так вот вот так вот Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот так вот, загубил технику. Короче, вся проблема-то во мне. Масло поменялся, поменял он три года стоял. А тосол я не проверил. Вот так вот. А он видать конденсатом вышел, что ли, весь через радиатор. Вот у меня здесь радиатор. Вот так вот, загубил технику. Наступает момент истины. Ну, причину мы знаем. Сейчас посмотрим. Так. Цилиндры не задраны. Вроде все нормально. Одно колешко залипло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА нижняя сможем там он еще и мингранка сгорели сюда плохо видно горела вот он идет клапана называется клапана карбюратор дальше вот здесь отучивается к цилиндру и выходит вот сюда вот они подают топливо способ карбюратор а потом увидим на пальце коленвала madonna japan где мы сейчас поршень искать ума не приложу на другой стороне стоит номер вот номерок такой попробую снять поршень стопорной шайбы я снял потом нара клапана сниму она там уже все равно вот такая беда в принципе если запчасти найти дело то недолго поменять все не так уж много я вожусь 1 продолжу с поршень сниму посмотрим тут стоит подшипник игольчатый вот он весь в крошке от поршня снимать придется на весь двигатель по ходу все промывать все на подшипнике на крошке шинек легко снялся кольца залипли конечно сулочка вышла тоже спокойно здесь уже изрядный люфтик смотрю нет ничего что вот так надо искать запчасти если ребят кто что в курсе напишите пожалуйста ссылочку скиньте там как найти мне это все добро что-то дениска не отвечает потихоньку отойдет мочить кольца пройдет это все кто-нибудь сталкивался от техника что были вот такие клапана вот у них проблема когда не изнашиваются и как мембранка здесь стоят называется клапана вот идет карбюратор дальше сейчас я его сниму покажу вот так парня она выглядит сюда вот карбюратор идет вот она прогоревшие тебе бронки откручиваются а здесь она идет прикручена и вот идет на топливом но этот на насос топливный подкачивать создает что не знаю вот у меня душ не есть есть новенькие мембранки здесь хорошо прогорела так еще мне не было это вот от перегрева мне кажется все и пошло много людей кто говорит брось все возьми лифановский 24 сильный двигатель экономичный но если менять то только языками экономии топлива потому что мой хавает мама не горюй посмотри с теми играть ребята забывают так что вот такая вот беда не знаю поршень конечно дешевле на топливе сэкономить цилиндра вроде ничего нормально шинек конечно убитый но вот такой вот не ремонтик как назвать разобрал принципе я не сомневался что нам поршень прогорел сейчас все равно на рапресса двигатель снимать очищать это все топливо вроде ничего полностью цилиндр с поршнем заказывать здесь не знаю все вроде нормально как то так большая конечно просьба если кто что знает где можно найти такие запчасти много очень благодарен ребят если кто в курсе как заказать где вернее уже говорила модели жопа коленва получается японский вообще это мвп василия прянишникова бывшим мотокроссом занимался с коляской вот этот двигатель оттуда правильно они на нем соревнованиях поучаствовали быстро все поменяли и все здесь видать но у меня принципе кроме вот этих вот клапанов менял их частенько и не хватает мне кажется здесь объем от этого радиатора для охлаждения в теплую погоду допустим там плюс 2 я как-то возвращался с тайги все он грелся капот снял скинул мы доехали с напарником так в принципе он вот в плане что он сильно претая на нем куда только не заезжал ребята допустим на иномарка хоть они там все стабильно работает они туда просто не лезут сколько будет там не кричали до скорость а мне скорость не нужно мне нужна проходимость у него гусяночка эта ходовая часть мне нравится а потяните лифановский двигатель это сколько я поменяю во первых здесь посадочная у меня вот так сбоку крепится лифановский он сделан под буро там не этот переделывать а если не получится тоже сомнение гложет так здесь все это полностью бурановский вариатор стартер но как этот аккумулятор надо менять все будет нормально заводится он все нормально все четко вот глупая башка тасол не проверил загубил себе технику весь сезон нас марку пошел ну когда чинить буду я не знаю честно вам говорю сами видите что за частями это не так что пошел на снегоход на буран или на тайгу что-то купил здесь в этом проблема есть состоит что-то он не сразу запал буду меня двигатель буду снимать а так ребят все подписывайтесь на канал я найду время выехать в лес с мужичками видео будут никуда теперь не денешься но с ремонтом пока затянется комментируйте и подсказывайте если что до встречи друзья а и и и и и и